Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме, Олег Пек и Александр Шунин в студии. И 23 апреля будет большой концерт. Концерт украинских и музыкантов, и участников, ну так скажем, комедийного жанра, стендап, бывших участников КВН, юмористических шоу. Такой очень необычный, интересный формат. И один из участников этого большого концерта, замечательный и продюсер, и сценарист, и артист Евгений Сморигин с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Участник дизель-шоу, да, конечно же, мега популярного дизель-шоу. Может быть, ну начнем с, наверное, такого напрашивающегося вопроса во время войны. Вот юмор, насколько он имеет право на существование, и не задают ли какие-то рамки, например, вот эти трагические действительно для многих события? Юмор всегда имеет существование. Я думаю, особенно во время подобных событий, потому что если бы не юмор, наверное, можно просто сойти с ума людям. И мы были, когда вот бомбежками в Киеве, в Киевской области, знаете, все равно люди собираются. Даже мы сидели в подвалах, и все равно не обходите без шуток, анекдотов. Потому что, видимо, человеку нужно переключиться на что-то, кроме взрывов и страха. Юмор очень помогает в этом, очень. И, знаете, у нас были концерты в Польше, и мы тоже переживали, как будет заходить юмор. И очень хорошо люди принимали. Просто потрясающе. Это настолько минутка расслабления для человека. Мне кажется, она необходима каждому человеку. Ну, это такая своего рода психологическая защита. Да. Скажите, пожалуйста, становятся ли в такие моменты, в таких обстоятельствах шутки более злыми и направленными, ориентированными на агрессора, его высмеяние? Да, вот. Если враг смешной, он, наверное, не страшный. Да, конечно. И у нас весь юмор, наша программа написана специально для этого концерта. Все новые номера, новые шутки, новые песни. Это не сборчик чего-то старого. Это актуальный юмор и направленность именно актуальна на агрессора, на слабость, на тупость, на глупость. И я думаю, современному человеку, украинцу, очень понравится. Вы даже сейчас в течение ответа начали улыбаться потихонечку. Мы заметили. А как вы успели в такие рекордные сроки олимпийскими темпами подготовить совершенно новую программу и ее отрепетировать? Просто как-то мгновенная искра пошла на Наташу Гариповой. И вы знаете, как сказал один нецеприемный человек, из искры возгорится пламя. Это все-таки хорошая фраза. И как-то получилось так, что амулировались все мысли, все мыслители, все авторы. И просто этот импульс задал большой толчок для творчества. И получилось так, что за две недели подготовили концерт. Насколько вы были свидетелями, действительно, каких событий в Украине, как это все произошло для вас? И вот эта вынужденная сейчас работа за границей. Как вы видите, вот это пребывание за пределами Украины, временное, для многих, может быть, людей это и станет постоянным, но очень долгим каким-то пребыванием вне Родины? Нет, нет. У меня вынужденное пребывание вне Родины, потому что я не могу оставить мою семью. У меня трое детей, жена два года лечит спину и не может поднять более трех килограмм. Вот, поэтому я никак не могу их оставить одни здесь. Вот, я уверен, что в скором будущем мы все-таки вернемся на нашу родную Украину и все будет хорошо, будем отстраивать, будет Украина жить. Вы ведь родились в Белоруссии, и Украина стала вашим домом. Какие чувства может испытывать человек, когда его две родины находятся в состоянии, мягко говоря, конфликта между собой? Вы знаете, моя родина, там, где моя семья, у меня дети родились в Украине, у меня жена украинка, 15 лет я в Киеве живу. В Белоруссии, конечно, люблю моих белорусов, моих сябров, у меня там остался брат, родители, к сожалению, умерли, у меня остался брат. Моя родина – это Украина, это я заявляю везде и всегда в последнее время. И так и будет. Вы были участником очень популярной команды КВН, и это было еще очень давно. Вот как, по-вашему, изменился КВН? Потому что я иногда, когда пересматриваю какие-то старые выпуски, старые шутки, меня просто поражает, насколько абсолютно изменилась эта игра. Вот следите ли вы за современным КВНом, который, на мой взгляд, стал абсолютно не то, что даже беззубым, а просто обслуживающим как бы власть. И если смотреть на то, насколько смелыми были шутки, там, начиная с конца 80-х, когда он возродился еще во времена перестройки, и были фразы, например, «партия дай порулить», вот три слова, которые прозвучали с экрана, мне кажется, сделали в умах людей гораздо больше, чем статьи экономистов, которые объясняли, что нужны перемены. То есть КВН, который когда-то был просто символом всего нового, яркого, смелого, как он смог так деградировать? Да, вы абсолютно правы. КВН стал популярен именно потому, что это было смело, на злобу дня, и молодые студенты могли высказать свое слово. Они могли сказать партии и управлению, и люди были в шоке, как можно со сцены, с телевизора говорить подобное. Поэтому все были около экранов, все смотрели, как они, эти молодые люди, могут настолько остро шутить, не просто говорить, а вот партия плохая. Нет, а с юмором, с подколкой, с сатирой. Ага, вот какие интересные времена и какие интересные ребята, и это им позволяют. А с то временем у нас были даже такие шутки, мы подкалывали именно власть. А сейчас КВН стал обслуживающим персоналом для одного человека, как и все его телевидение. К сожалению, превращается снова все в сталинские времена. И поэтому, естественно, ни за каким КВНом я больше не слежу, мне это не интересно. К сожалению, КВН для меня умер. Клуб веселых и находчивых. Его же нет. Но зато выходцы из КВН продолжают организовать огромнейшее количество всевозможных юмористических шоу, в частности, вот «Дизель-шоу». Может быть, несколько слов о вашем участии, потому что у нас это тоже была невероятно популярная программа, постоянно шли записи выступлений «Дизель-шоу» на латвийском телевидении. Да, мы хотели к вам приехать и еще приедем к вам обязательно, нашим составом «Дизель-шоу». А пока что мы приедем уникальным составом. Два самых анкурирующих проекта в Украине – это, опять же, выходцы из КВН, 95-й квартал и «Дизель-шоу». Мы объединились на одной сцене. Все преграды стерты, вся конкуренция убрана, вся Украина собралась в один большой кулак. И мы вместе приедем с 95-м кварталом с Леной Кровец. И мы выступим на одной сцене 23-го в Риге. Рига-арена. Да, я напомню, в воскресенье, 23 апреля, 6 часов вечера, благотворительный концерт «Добрый вечер, мы из Украины» с участием самых известных исполнителей и комиков из Украины. И все средства, конечно же, пойдут на благотворительные цели, благотворительный фонд для закупки лекарств, еды и других гуманитарных продуктов для женщин, детей и пожилых людей. Евгений Смаригин с нами на прямой связи. Вот скажите, Евгений, а насколько вообще в юморе существуют ли какие-то для вас, ну не знаю, красные линии? Потому что очень много, ну если говорить о даже европейской, западной культуре, там возникают какие-то ограничения связанные, ну вот что на эту тему шутить нельзя, там на тему национальности, людей с ограниченными возможностями. И вот начинаются, ну как бы вот какие-то такие вещи, когда... Да, хотя бы недавняя история на церемонии «Оскара». Да. Насколько допустима такая шутка? Ну за которую ударил Уилл Смит? Вы знаете, в каждом обществе есть свои рамки юмора. Вот мы были, я в свое время лечился от заикания в детстве, и все были заики там, внутри. Ну представьте, 35 заик вместе. И мы шутили друг над другом. Это было, знаете, над заиками обычно все подшучивают, и это травма в детстве. Очень большая у каждого заикающегося человека. Но там, вот в том обществе, эти шутки, ну это была какая-то отдушина, потому что равность себе может подкалывать от кого угодно. И мы друг к другу, он там тет-тет-тет-тет-тет-тет-тет, и мы все вместе тет-тет-тет-тет-тет-тет-тет-тет-тет-тет-тет, и он смеется от этого. Вот, потому что это общество. Если бы это было где-то в другом обществе, в классе, он бы обиделся на эту шутку. А здесь, пожалуйста, он вместе с нами смеется. Поэтому каждый юмор, естественно, ограничен воспитанием и обществом, где ты находишься в данное время. Естественно, на этой же премии «Оскара» не понравилась лично человеку грубая шутка про его жену. Она страдает облоседею, что-то у нее с волосами, с ростом, и это ему лично не понравилось. И он, наверное, имел право, ну, ударить, конечно, это он зря, но ответить, мол, закрой рот, он имел полное право, потому что это трансляция на весь мир, а это трагедия его жены. Но в обществе лысых это вызвало бы просто громкий смех и ничего больше. Но получается, вот по вашей логике, что еврейские анекдоты могут рассказывать только евреи, вот слово «N-word» может говорить только темнокожий человек. Ну, это так и происходит. Анекдоты про армянское радио рассказывает только ведущий армянского радио. Если это приветствуется в этом обществе, человек может спросить, могу я рассказать этот анекдот? Да, пожалуйста, рассказывай. И, ну, рамки приличия, не более. И еще юмор определяется временем. Очень многое зависит от времени. Вот я привожу такой пример. Мы сейчас смеемся над «Титаником», над фильмом, сколько было шуток в КВН даже после 100 лет. После трагедии. А это была трагедия. Умерли тысячи людей. А после фильма все стали стенки изображать и прикалываться над этим. И нормально, как бы, ну, «Титаник» утонул и утонул там лет 100 назад. Вот. И это уже воспринимается в стертости времени. То, что называется «время лечит», да? А говоря о рамках тех самых приличий, вы наверняка же обратили внимание, на ваш взгляд, размываются ли эти рамки, меняются ли нормы, ну, благодаря, в том числе, таким проектам, как «Камеди Клаб» или «Что было дальше?» Или это какие-то нишевые такие истории, а в целом все держится в рамках еще старых, что называется, приличий и воспитания? Ну, то есть мат недопустим и так далее. Любую передачу всегда определяет человеческое общество. И если ему нравится общество, то и будут подобные передачи. Я не представляю лет 30 назад подобную передачу, что было дальше, с матами, перематами и унижением друг друга. Сейчас это общество нравится. Наверное, такое общество. Им это нравится. Вот. И пока им это будет нравиться, рейтинги будут расти. И пока есть рейтинги, то они будут это производить. Я не представляю подобную передачу где-нибудь в Европе пока. Ну, не вижу. Скажите, вот в России, например, сейчас действительно происходит очень сильное расслоение, разделение, потому что кто-то выступает против войны, но это... Ну, отдают себе отчет, что каждый человек, который, ну, заявляет, что он против войны, он рискует тем, что он может потерять работу, потерять возможность гастролировать, выступать. Вот как вы поддерживаете отношения со своими коллегами в России? Насколько... Или там, ну, вот рвутся ли эти связи? То есть кого-то вы перестали уважать, с кем-то вот встречаться, здороваться? Ну, рвутся мосты просто, не просто связи тех людей, которых я читал ранее своими друзьями, с кем я мог поделиться близким. Просто не воспринимают, молчат. И дальше... Ладно, мы молчали. Просто выкладывают в соцсети. Дальше идет жизнь, все хорошо, все в порядке, никаких проблем нету. У нас новое шоу, и все прекрасно. Вот, единственное, есть единицы. Единицы, это Саша Рева, например, Артур Пирожков. Он выложил последний пост в черную страничку и написал «Нет войне» и уехал. Из страны. Прекрасно осознавая о последствиях, что идти в карьере пришел конец. Но он высказал, это поступок человека. Но пока из юмористов, работающих там, и Максим Галкин, естественно, Вера Брежнева. Но их единицы. Их единицы по сравнению. Знаете, я даже думал, у них у всех по 10 миллионов подписчиков. Есть 15 миллионники. Ну вот взять их там 30 человек, они охватывают всю Россию. Просто, их 20 даже. Всю Россию. Ну, я понимаю, что за слово «война» их могут посадить. Но если бы они просто молчали, просто никто не выкладывал бы ничего. Все это время. Ни одного поста. Или просто точку. Одну точку. Ну, это же не уголовное дело. Но все бы поняли, что они поддерживают. Все бы их... Что они переживают. То, что происходит. Хотя бы переживают. Хотя бы этим они могли показать обществу, что задумайтесь, не просто так все. Не все хорошо в нашем обществе и в нашей стране. А нет, они дальше выкладывают, радуются жизни новым шоу, новым обедом в их телевидении. Гребанно. Евгений, мы можем с вами только согласиться. Это действительно нелепо и обидно и горько видеть подобные публикации. Но есть ведь и обратное движение. Вспомним Лободу, замечательную украинскую певицу, которая уехала и помогает оставшимся на Украине. Тоже она собирает различные благотворительные акции, проводит и за свой счет покупает и посылает на родину. И ей же прилетело за то, что она годами выступала в России со словами, мол, ты что, не знал, для кого ты выступаешь? Насколько, на ваш взгляд, справедливо вот такое отношение? Мне главное, что для меня важны поступки человека сейчас, а не то, что он делал в прошлом. В прошлом она выступала, мы выступали в Москве, так что сейчас нам скажут, вы 20 лет назад перед Путиным выступали в КВН. Ну да, было дело. И что сейчас? Я не буду переживать, да, вот я такой плохой выступал перед Путиным. Другое время было. Другие времена были. То, что люди делали раньше, ну работала она в России, и что каждый работал. И украинские певцы работали в России. Ну, это глупо, винить человека в том, что он делал раньше, а тогда, вот помнишь ты, 15 лет назад, а что сейчас делал человек, взял, приехал и помогает. Кто же, перечеркнув карьеру свою там, это источник дохода. Конечно, ужасные трагедии происходят, совершенно ужасные трагедии. И помощь нужна, и кто чем может, конечно же, нужно помочь. И как раз благотворить. Да, каждый работает как может. Каждый работает на Украину, на свою родную страну как может и чем может. И это не остановить, этот локомотив. Знаете, я вот сформулировал, что вот сплавилась вся страна, сплавилась в один большой алмаз. И нету сильнее камня. Его не разбить. Итак, напомним, что очередная хорошая возможность поддержать и помочь украинскому народу, это купить билет и сходить на благотворительный концерт, который состоится в воскресенье 23 апреля в 6 вечера в арене Рига. Добрый вечер, мы из Украины. Замечательные певцы и комики. Наш вчерашний гость Сергей Бабкин, конечно, извините. Два конкурирующих проекта представителей вечернего квартала и дизель-шоу. Вот Евгений Смаригин, наш сегодняшний гость. Все они выступят, и певица Дорофеева, и монатик. Да, еще раз Сергей Бабкин. Огромное спасибо Евгению, что нашли время выйти с нами на связь. Удачи вам, хорошего дня, и, конечно, счастья, и чтобы не было войны. И миру мир. Всего доброго. Слушайте радио Болтком.